Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Власть в ответе. Искитимский район». Сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Фирсова, начальник межрайонного управления Пенсионного фонда России в городе Искитиме. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Елена Юрьевна, расскажите, какие перемены произошли в управлениях Пенсионного фонда России в этом году? И как-то они отразились на работу с населением Искитима, Искитимского района? С 1 июля 2017 года на территории Новосибирской области создано первое межрайонное управление на базе управления Пенсионного фонда в городе Искитиме, Искитимском районе. С 1 июля мы межрайонное управление, реорганизация прошла путем присоединения к нам управления Пенсионного фонда Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Я хочу, наверное, обратить внимание, что вот эта реорганизация, она произошла, прежде всего, с целью оптимизации структуры территориальных органов Пенсионного фонда. И на качестве тех услуг, которые мы оказываем населению, ничего не изменилось. То есть для населения Искитимского района, Искитимцев, ничего не произошло. А также, как и для тех районов, которые к нам присоединились. Кроме Пенсионного фонда, сейчас, как известно, могут получить услуги в многофункциональных центрах люди, а также посредством интернета. Скажите, вот эти все услуги оказываются бесплатно и как вообще это все работает? На сегодняшний день Пенсионным фондом Российской Федерации оказывается порядка 30 государственных услуг. Эти услуги могут граждане получить, непосредственно обратившись в клиентские службы, которые расположены в управлениях Пенсионного фонда по месту жительства застрахованного лица. Могут воспользоваться этими услугами через многофункциональные центры, которые расположены практически во всех районах. И я бы хотела здесь обратить внимание жителей Искитимского района, что многофункциональные центры для жителей Искитимского района, они расположены у нас в рабочем поселке Ленево, в здании администрации рабочего поселка Ленева. И в городе Искитиме многофункциональный центр расположен по адресу улица Пушкина, 43. Так вот, через эти многофункциональные центры у нас пенсионеры могут получить все виды услуг, которые мы оказываем. Но я думаю, что сегодня нашим зрителям, наверное, следует обратить внимание на то, что можно воспользоваться нашими услугами, не выходя из дома, не выезжая с дачи, то есть через интернет. Это очень удобно, это помогает нашим клиентам экономить свое драгоценное время. Потому что, сами понимаете, удобно зашел, у нас очень удобно организован сайт пенсионного фонда, все по разделам, все четко, все по темам. Поэтому, учитывая отдаленность жителей нашего Искитимского района, конечно, я думаю, что нужно к этому привыкать, к этой форме и пользоваться электронными услугами. Но то, что это удобно, это понятно. А насколько это сложно, вот, пользоваться через интернет услугами? Вы знаете, Ирина, я думаю, что самое сложное для, ну, скажем так, вы понимаете, что основными клиентами нашего пенсионного фонда являются люди уже более старшего поколения. И я, ну, это я так думаю, что, наверное, самый главный барьер – это преодолеть тот страх, который существует у наших клиентов при работе с электронными гаджетами. Поэтому самое главное – не бояться работать с компьютером, не бояться выходить в интернет, не бояться выходить на сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. Все существующие услуги я бы, наверное, поделила на те услуги, которые требуют обязательного подтверждения учетной записи, то есть регистрации в системе ИСИА. А есть большой комплекс услуг, когда гражданин может, ну, каким-то сервисом воспользоваться, не используя этой регистрации, записаться на прием в клиентскую службу, узнать, в конце концов, где находится его клиентская служба, куда ему удобно обратиться, адрес, значит, воспользоваться там, узнать телефоны, подать обращение в Пенсионный фонд, значит, то есть проконсультироваться по каким-то вопросам. Если необходима регистрация, как я говорила выше, и человек не может, да, сам зарегистрироваться, испытывает какие-то трудности, он, кроме того, что может обратиться, значит, к тем близким людям, которые ему помогут в этом плане, он может обратиться непосредственно к нам в клиентскую службу, клиентскую службу, у нас есть зона самообслуживания, стоит гостевой компьютер, и есть возможность выйти в интернет и посмотреть, как работают электронные сервисы. То есть создаются все условия для того, чтобы помочь адаптироваться нашему клиенту в электронных сервисах. Условия-то создаются, но, тем не менее, наверное, люди все равно предпочитают лично приходить к вам. Да. С какими вопросами чаще всего обращаются? Конечно, сегодня самыми актуальными вопросами остаются вопросы, связанные с новым назначением пенсии, страховых, главным образом, пенсии. Сюда относятся пенсии по старости, по случаю потери кормильца, пенсии по инвалидности. Актуальными остаются вопросы материнского капитала, вопросы, связанные с получением страхового свидетельства, то есть регистрация в системе обязательного пенсионного страхования. Ну а последнее время, я думаю, вы в курсе, что, конечно, сегодня очень актуален стал вопрос по перерасчету по нестраховым периодам. Так, как между населением говорят, это перерасчет за детей. А поточнее можно рассказать, что за нестраховой период, что за перерасчет? Перерасчет за детей. Ну, вы знаете, я, наверное, обратила бы внимание на то, что начиная с 1 января 2015 года у нас вообще существует новая система назначения пенсии. То есть именно страховой пенсии. Она определяется, исходя из индивидуального пенсионного коэффициента пенсионера. И здесь все зависит от того, какой размер этого пенсионного коэффициента, какой у вас страховой стаж. И вот от этого зависит размер пенсии. И я бы так хотела сразу же сказать, что периоды работы, в течение которых за гражданина работодатель оплачивает страховые взносы, страховые взносы, оно называется страховыми периодами. Но есть периоды, которые учитываются при определении страхового стажа при назначении пенсии, но они не облагаются взносами работодателями. То есть человек не работает, и работодатель не оплачивает эти периоды. Сюда относятся периоды по уходу за ребенком до полутора лет, сюда относится служба в армии, и сюда относится уход за инвалидами первой группы. А кому положен этот перерасчет пенсии за детей? Перерасчет по нестраховым периодам, он возможен, или, как вы говорите, положен тем, у кого пенсия была назначена до 1 января 2015 года. Потому что там использовалась совсем другая формула подсчета пенсии. Сегодня, учитывая все те изменения, которые у нас произошли с 1 января 2015 года, они, как говорится, учитывают и не страховые периоды, по-другому. Так вот, практика проведения вот этих перерасчетов тем, у кого пенсия была назначена до 1 января 2015 года, она однозначно показывает, что такой перерасчет выгоден тем, у кого 2 и более детей, тем, у кого незначительный стаж, страховой стаж, и тем, у кого, скажем так, незначительный размер пенсии. То есть, можно сказать, что ниже среднего по стране. Поэтому вот в этом случае, конечно, есть, наверное, актуальность обратиться к нам с заявлением на перерасчет. Перерасчет носит заявительный характер. К нам поначалу граждане приходили и говорили, они ожидали 4 тысячи, 10 тысяч добавки. Откуда такие суммы, непонятно. Потому что, вот я сразу обращу внимание, есть определенная стоимость балла. И коли мы говорили, что мы перешли на бальную систему, за вот эти нестраховые периоды, если мы берем за детей, положено, например, за одного ребенка премиальный балл 1,8, значит, за двоих, за второго ребенка 3,6, и за третьего и четвертого 5,4 балла. Стоимость одного балла 78 рублей. Несложная арифметика. Понятно, да, что 4 тысячи здесь явно не наберется. Поэтому, конечно, вот такого прироста, конечно, ждать не следует. Поэтому для того, чтобы понять, сколько, это нужно предварительно просчитать. На сегодняшний день как обстоят дела с перерасчетом пенсии? Ну, вопрос, конечно, очень актуальный, непростой. И я бы хотела сказать, конечно, о том, что ситуация непростая, на приеме в клиентских службах очень напряженно, и поток клиентов, он значительно увеличился к нам. И вот мы сравнили третий квартал 2016 года, когда мы приняли, да, по третьему 5 тысяч, и сейчас вот 17-й год получилось 9 тысяч, понимаете? Вот это вот увеличение, конечно, дало вот это вот, то есть перерасчет за детей. Но мы со своей стороны, конечно, учитывая то, что и есть определенная проблема, мы, в общем-то, держим личное, я как руководитель держу этот вопрос на контроле. Мы сегодня организовали, если не получается получить талон в электронной очереди, да, или человек не может воспользоваться по каким-то причинам электронным сервисом, или многофункциональный центр, по каким-то вопросам он не может обратиться, хотя можно обратиться, и многофункциональный центр. Мы для таких граждан организовали как бы вне очереди это прием, работу с анкетами, то есть когда граждане приходят, у них запрашиваются все документы необходимые, определенные, значит, анкеты заполняются, проводится предварительный просчет, значит, выгодности вот такой вот этого заявления на перерасчет по нестраховым периодам, и затем по СМС, значит, на свой телефон гражданин получает ответ, выгоден или не выгоден перерасчет. И я бы хотела, пользуясь случаем, обратить внимание, чтобы граждане понимали, что здесь необходимо очень тонко подходить, чтобы вот именно у нас не получилась такая ситуация, как, например, в отдельных управлениях у нас сегодня приходят граждане и просят отменить, вернуть на старую пенсию. Почему? А потому что увеличился размер пенсии, уменьшился размер федеральной социальной доплаты до 8803 рублей, и человек потерял право на получение льготы, определенные, которые, например, положены по коммунальным платежам. То есть здесь вот все очень индивидуально, и надо, конечно, очень хорошо подумать, пойти на добавку, там, допустим, 80, 100, 200 рублей, или потерять право на компенсацию по ЖКХ. То есть здесь вот все вот так вот. 2017 год подходит к концу. Изменится ли как-то порядок перерасчета пенсии работающим пенсионерам? И вообще какие изменения в законодательстве еще на 2018 год ожидаются? С 2016 года работающие пенсионеры, они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Им она по действующему законодательству не проводится. Индексацию пенсии, и пенсию вот в полном размере, с учетом индексации проведенных, пенсионер получает право после своего увольнения, то есть после прекращения трудовой деятельности. И после того, когда работодатель подаст отчетность в пенсионный фонд, и эта отчетность будет пенсионным фондом принята. Например, если гражданин уволился в марте, я говорю про действующее законодательство, то реально вот пенсию в полном объеме он получит в июле, то есть спустя три месяца. Компенсации за эти три месяца по действующему законодательству проведено не будет. Что ожидает с первого января? А с первого января все остается так же. Например, с марта уволился, в июле назначается в полном объеме, но за три месяца после того, как принята отчетность, значит, работодателя будет проведена компенсация за эти три месяца. Я считаю, конечно, это главное. Работающие пенсионеры через общественные организации, через средства массовой информации на этом настаивали. В общем, и правительство рассмотрело возможность это учесть. И с первого января будет так решаться вопрос. Что еще ждет россиян и, конечно, жителей Искитимского района по изменениям пенсионного законодательства? Конечно же, сразу же бы я хотела обратить внимание на то, что увеличатся минимальные требования для назначения страховой пенсии. То есть, если на сегодня для назначения страховой пенсии, а сюда, я еще раз повторю, относятся пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, у нас необходимо наличие 11,4 баллов, то с 1 января 2018 года необходимо будет набрать 13,8 баллов. И необходимо наличие стажа будет не 8 лет, как в этом году, а 9 лет уже. То есть, когда-то еще до 1 января 2015 года, я просто так освежу память нашим зрителям, необходимо было достаточно вообще просто 5 лет стажа и оплаты страховых взносов. То сегодня вот так, значит, необходимо будет в 2018 году. Что еще меняется? Ну, наверное, если затронуть работодателей, то здесь я бы обратила внимание на то, что, значит, в 2018 году работодателям необходимо будет сдавать новый вид отчета на своих работников, на всех, кто работал в 2017 году у них до 1 марта 2018 года. Это вот такой один общий отчет. Вот то, что ждет нас. А во всех остальных изменениях мы, конечно, с вашей помощью обязательно доведем до наших зрителей. Ну и, конечно, всех волнует вопрос, значит, будет ли проведена индексация страховых пенсий. Индексация у нас, значит, она устанавливается законодательством, проект, значит, бюджетом пенсионного фонда. И данными нормативными актами предусмотрена индексация страховых пенсий в зависимости от инфляции 1 февраля. Еще один вопрос. В последнее время в Аскитимском районе участились случаи, когда якобы работники пенсионного фонда ходят по адресам, по домам, просят жителей предоставить данные личные, то есть данные паспорта, СНИЛС, и фотографируют документы. Это действительно работники пенсионного фонда? Спасибо, Ирина, за данный вопрос. Конечно, он очень актуален. И я бы хотела, пользуясь возможностью, обратиться к искитимцам, жителям Искитимского района. И обращаю ваше внимание. Пенсионный фонд, работники пенсионного фонда по домам не ходят. Все услуги мы предоставляем непосредственно через клиентские службы, через многофункциональные центры, либо, как мы выше говорили, через интернет. Я убедительно прошу вас, никогда не показывайте, тем более не давайте возможность фотографировать ваши страховые свидетельства, паспортные данные. Это все очень индивидуально, чтобы не иметь и не быть на удочке у мошенников. Я хотела бы, конечно, обратить внимание, что зачастую негосударственные пенсионные фонды бывают, ходят, проводя свою какую-то разъяснительную работу. Но у них тоже у всех есть удостоверение. И, конечно, здесь можно вот это вот все определить, посмотреть, позвонить. А о том, какой негосударственный пенсионный фонд, мы это тоже можно воспользоваться, на сайте посмотреть, либо обратиться к нам, и мы поможем определиться, есть ли такой негосударственный пенсионный фонд, и были ли у них. Но будьте, пожалуйста, бдительными. Спасибо. Спасибо, Елена Юрьевна. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Юрьевна Фирсова, начальник межрайонного управления Пенсионного фонда России в городе Искитиме. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь, уважаемые телезрители. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин